Доброе утро! На Шаболовке с вами я, доктор Кудинова, в новом проекте новости эстетической медицины. Сегодня в выпуске. В России увеличили сроки обучения пластических хирургов, импортозамещение препаратов в практике врача-косметолога, миотокс. Что это? До нашей эры, сегодня и завтра. Как меняются стандарты женской красоты? В России перешли на пятилетнюю ординатуру по специальности пластическая хирургия. Этому нововведению был посвящен экспертный стол, который прошел 4 сентября в МЕ «Россия сегодня». Ранее образовательные программы и ординатуры по всем медицинским специальностям предусматривали двухлетнее образование. Таким образом, пластическая хирургия стала первой медицинской специальностью, для получения которой потребуется 5 лет. Наша многопрофильная специальность требует огромного объема знаний. Нет ни одной области человеческого тела, где бы не применялись методы и техники пластической хирургии от макушки до пят. Отметила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Мантрова. На сегодняшний день самой популярной косметологической процедурой является проведение ботулинотерапии, что отражено в статистике Американского общества пластических хирургов за 2018 год. Российские ученые Института полиомиелита имени Чумакова создали первую в мире жидкую стабильную форму ботулинического токсина типа А. Препарат миотокс обладает удобной в использовании формой выпуска, высокой степенью очистки, стабильностью и высокой активностью, сообщают создатели препарата. Первым российским ботулинотоксином стал препарат релотокс, который был создан группой ученых иммунопрепарат в городе Уфа. Теперь в арсенале российских косметологов есть весь спектр препаратов ботулинического токсина, чтобы наши женщины и мужчины сохраняли красоту на долгие годы, сообщает экспертный клинический совет косметологов. В салоне красоты Фонтер, расположенном в центре музейного пространства столицы в Барыковском переулке, открылась выставка фотографа Алексея Мартынова. Тема искусства стала для салона такой же важной, как и разнообразные услуги, которые здесь представлены. Первый этаж салона легко трансформируется в арт-пространство. Сейчас в Фонте можно познакомиться с творчеством фотохудожника, который создает работы на стыке искусства и моды. Вдохновением для него служит женская красота. Героинями Мартынова становились Ирина Хакамада, Ксения Собчак и другие. Сейчас в салоне представлено 11 работ художника. Выставка продлится до 31 октября. Плоская грудь, плоские продажи. Так бывшая глава издательского дома «Канде» Наст, Россия Карина Добротворская отозвалась об идее поставить на обложку журнала «Джей Кью» актрису Натальи Портман в 2012 году. Во все времена причина монетизации именно женской красоты в первую очередь была связана с социальной ролью женщины. Это было отношение к женщине как к красивому, но довольно бесправному созданию, объясняет Александр Ремкевич. Самый простой пример – венеры палеолита, доисторической статуэтки, которые представляют просто красивое тело, которое способно родить. Есть множество исследований, которые показывают, что физически привлекательные люди зарабатывают больше, легче получают повышение и выигрывают в политической борьбе. А женщины, которые используют косметику, кажутся более компетентными. Возможно, за всеми рассуждениями о том, как мы освобождаемся от стандартов и становимся менее поверхностными, мы упускаем главное, что красота заставляет нас чувствовать себя лучше. И пока это не наносит вред здоровью, почему бы и не поддаться этому поверхностному искушению. А с вами была я, доктор Кудинова. До встречи в следующих выпусках.